Следующее, что нам нужно обсудить, это, как обычно, лексический минимум и разминку к данному уроку. Так как урок совсем крошечный по объёму нового материала, то у вас лексический минимум побольше, чем вы привыкли в последнее время. Давайте мы пробежимся по этому минимуму. Итак, глагол did-me, главный глагол этого урока, который, собственно, нужно заучить, да, произносил нитковое значение, даю, у вас запоминание данного слова анти-дот, да, анти против дотус, давать, вот корень до, вот это, которое помогает глагол did-me запомнить. Если вы посмотрите на форму, мы уже их отчасти обсуждали, э-ди-ду-н, имперфект, превращение и основа как в настоящем времени, до, со, от корня до будущее время, э-до-к, капа, орест, д-до-к, перфект, он тоже с к, ну, и с удвоением и добавлением эпсилона, не это как в настоящем времени, страдательный перфект, д-до-май, опять же, удвоение, корень до май, видите, где-то омега, где-то омега, ну, не обращайте на это внимания, и страдательный орест, э-до-те, опять же, все по правилам, э-привращение, до-коень, и т-э-н, стандартное окончание для страдательного ореста. Ну, и в учебнике вам дано примечание, что глагол did-me в изъявительном наклонении образует первый орест, то есть суффикс мк и соответствующим набором окончаний, а за пределами изъявительного наклонения он образует второй орест. Ну, понятно, что он легко может образовать второй орест. Как мы второй орест отличаем от первого? Если основы в настоящем времени и в оресте сильно не похожи, то по изменению основы мы можем догадаться, что имеем дело с орестом, и тогда и никакая образующая времени не нужна. Понятно, что если мы видим просто корень до, мы понимаем, что это точно уже не настоящее время, и даже если не добавляется суффикс к, мы все равно понимаем, что это, скорее всего, орест. Но более подробно формы неизъявительного наклонения глагола did-me мы будем обсуждать на следующем уроке. Этому посвящен целый отдельный урок. Там есть некоторые особенности форм повелительного наклонения, там, инфинитива и так далее, которые нужно нам специально обсудить. Просто сейчас произносим. В изъявительном наклонении это будет первый орест, капла орест, суффиксом к. В неизъявительном наклонении там будет форма второго ореста безо всякой образующей времени. Следующее слово – этнос, народ. И когда слово употребляется во множественном числе, ну, можно перевести «народы», но зачастую в библейском контексте, вот когда речь идет о народах, имеются в виду «языческие народы», и поэтому часто это слово переводят не просто «народы», но еще и «язычники». А этнос – слово, известно нам и из русского языка, поэтому легко запомнить. Правда, у этого слова есть одна особенность. Посмотрите на его корень – этнос. Видите? Этнос. У него корень – это корень, заканчивающийся на сигму, на согласную. Сигма сама по себе не очень приятная согласность, не много чего происходит. А здесь корень заканчивается на согласную. Как третьего склонения и еще другие будут добавляться элементы, поэтому довольно трудно сообразить, как это слово будет изменяться по падежам. У вас в приложении к учебнику перечислены основные модели слова изменения для разных склонений в том числе. И если вы посмотрите модели для третьего склонения, то среди многих-многих моделей вы встретите слово «генус». Вот. Это страница 390-е учебники, ну и модель N3D2B. Вот этот вот набор буквок N3D2B – это индекс из книги Маунса «Морфология библейского греческого языка». К сожалению, эта книга не переведена на русский язык. Ну, если вы там читаете по-английски, да, там обсуждаются все формы всех слов, которые встречаются в Новом Завете, и вот так они там редактированы по типу. Ну, просто нам, что важно, посмотрите на слово «генус», как оно изменяется по падежам. У него тоже корень «генес», и вот эти все вариации, которые вы видите в этом слове, «генус», «генус», «гене», «генос», «гене», «генон», «генесен», «гене», которые, ну, могут довольно сильно озадачить, они точно такие же вариации будут и у слова «этнос». Поэтому, если вдруг вы встретили какую-то форму слова «этнос», ну, не знаю, какую-нибудь встретили «этне», вы можете ее, может быть, не сразу распознать, и поэтому, вот обратитесь к приложению, в частности, вы можете увидеть, что «этне» – это либо именительный, либо звательный, либо винительный падеж множественного числа данного существительного. Поэтому, пожалуйста, вот как-то будьте внимательны, где-то отметьте для себя все сложности образования форм этого слова, потому что то, что «этне» – это множественное число, далеко не всегда вот так сходу получается сообразить, оно очень похоже на единственное какого-то слова. Так что, вот, по аналогии с «генос», пожалуйста, разберитесь в этом слове. Следующее – «лойпос». Оставшееся, остальное прилагательное. Оставшееся, оставшееся, оставшееся. Это прилагательное, может меняться по родам. У него есть пара особенностей употребления. Во-первых, когда оно субстантивируется, оно обозначает остаток. Ну, это по-русски «оставшийся» – это остаток. А второе употребление – это наречное. Обычно в форме среднего рода, винительного падежа, часто с артиклем, то «лойпон» – это слово имеет значение «наконец». А, например, в посланиях Павла он говорит «и, наконец, там братья», и вот где-то приближается к подведению итога. И вот это вот «наконец» как раз по-гречески выражено с помощью формы среднего рода винительного падежа от прилагательного «лойпос». Вот как-то отметьте, заучите для себя это употребление. Послание филиппийцам, например. Там, наконец, встречается в немного неожиданном месте в начале третьей главы, потом еще долго-долго Павел подходит к концу этого послания. Ну, смотрите, как третья глава начинается. «Наконец», «то лойпон», видите, средний род, винительный падеж этого слова, «наконец, братья мои», то есть оставшийся, остальное, да, вот тут вот уже, оставшийся, остальное, остаток не подходит по контексту, а «наконец» очень хорошо подходит, это слово ничего не определяет, он просто имеет наречное значение «наконец, братья мои», радуйтесь, Господи, то же самое писать вам мне с одной стороны не тяготственно, с другой стороны же назидательно. Так что, пожалуйста, вот помните о таком употреблении, достаточно часто наречный вариант этого слова вы встретите в Новом Завете. Еще одно слово «моусес», «моисей», ну, запомните очень легко, но вам приведены формы этого слова «моусес», «моусеос», «моусей», «моусен». Словоизменения по падежам может быть чуть-чуть необычные, обратите на это внимание. Глагол «парадидами» – это приставка «пара» плюс «глаголадидами», поэтому все формы у него вполне понятны, исследуют форму «глаголадидами» просто с добавлением приставки, значение «передаю» или «предаю», то есть «передал кому-то что-то» либо «предал» в смысле «предательство». Глагол «пипто», мы его сегодня упоминали, это не глагол «нами», у него нормальное стандартное окончание «о», он следует обычному тематическому спряжению, но какие-то следы от этого удвоения с добавлением «йоты» исторического прошлого этого глагола остались. «пипто» в настоящем времени, но корень «пет», «эпиптон валорист» и тот же штамм, что в настоящем времени в виде «пе-су-май». Форма будущего времени этого глагола, ну, во-первых, появляется «май», как у многих других глаголов, преобразование формы будущего времени происходит взвиг в сторону среднего залога, и у нас вместо «пет-пес», «сигма» характерна для будущего времени, теперь «аорист» в двух вариантах встречается, «эпи-сон» и «эпи-са». Корень «пес-а», когда к «пет» добавляется «сигма», «сигма-тс» и «да», это получается «пес-а», ну, суффикс «а». Но где-то, может быть, по аналогии с этим есть и форма фактически второго оориста, когда вот «пес» воспринимается как вот такой другой корень, не совпадающий с корнем настоящего времени, и плюс стандартное окончание для второго оориста. И «перфект-пе-пто-ка». «П-т» удвоение есть, «п-т» оставшаяся от корня есть, какая-то «омега» еще добавилась, ну, уже трудно сказать почему, и «к». Немного странноватые формы, но если вы запомните вот это «пет-пт-пес», для этого глагола, вот этот вот набор, то глагол вы сможете распознавать, да. Значение «падаю» и «попадать под…» Как-то даже созвучно немного с русским. И последнее слово из лексического минимума сегодня – это глагол «хупахо». Обычный глагол, опять-таки, и вообще никакого отношения не имеет к глаголу на ми, может использоваться как глагол «связка», «я есть», то есть практически как аналог глагола «ими», и как глагол «связка» даже принимает два именительных падежа. Кто-то есть кто-то, и то и другое будет в именительном падеже. Может обозначить о существовании. Есть еще одно очень необычное употребление этого глагола. Это форма та хупахонта, причастная форма среднего рода множественного числа, та хупахонта, имеет значение собственности. Ну там существующие, существующие, если как-то попытаться это перевести, но это не надо буквально переводить, а просто нужно заучить как особое значение, особую форму для данного глагола форма среднего рода, причастие среднего рода множественного числа имеет значение собственности, имущества, которое у меня есть. Хорошо, учите слова лексического минимума, и, как обычно, вам нужно делать домашнее задание, перевод, чтобы отрабатывать навыки работы с греческим текстом. Понятно, что в этом уроке будет много-много предложений с глаголом «дидами». Мы разминочные глянем, а остальные вы сами. Итак, первое. «ОДИТОС ДИДО СИН АУТО СОМО». Глагол «ДИДО СИН» в настоящее время в виде «ДИ» удвоения с «ЁТОРИТ». Окончание «СИН». Вот окончание «СИН» будьте внимательны. Учитывая, что оно похоже на окончание третьего лица множественного числа многих глаголов тематического распоряжения, хочется здесь что-то подобное увидеть, но у глаголов нами «ОСИН» в третьем множественном, «ОСИН» в третьем единственном. Ну и по контексту, да. «Бог же дает ему тело». Бета. «ДИТО ПНЕЛМАТОС ДИДО ТАЙ ЛОГОС СОФИАС» ТАЙ. Окончание третьего лица единственного числа среднестрадательного залога. «ДИА» при страдательном залоге обозначает некий инструмент, некого посредника или действующее лицо. Часто переводится творительно полежом на русский язык. Вся фраза с предлогом «ДИА» при страдательном залоге. ДУХОМ ДАЁТСЯ СЛОВО МУДРОСТИ. Итак, СЛОВО МУДРОСТИ, СЛОВО ПОДЛЕЖАЩЕЕ. ДЕЙСТИЕ НАПРАВЛЕННО НА НЕГО. Оно дается в страдательный залог. И теперь действующее лицо, которое это действие осуществляет ДУХ. ДУХОМ дается СЛОВО МУДРОСТИ. ДУХОМ ДАЁТСЯ СЛОВО МУДРОСТИ. ВЕГО КОРНЕЙ Я НАПОМИНАЛ, ТАКИЕ ГЛАГОЛЫ. Их всегда трудновато залучивать. Поэтому «ЭСТИЛ» в настоящее время. И корень «ЭСТИ». И «ФАГ» корень «ПООВЕСТИ». Здесь нет приращения, потому что это инфинитив. «ЭЙН» — стандартное окончание для второго «ОВЕСТИ». Поэтому «ФАГЕЙН» — это второй «ОВЕСТИ» от глагола «ЭСТИЛ». «Мы дадим им есть дельта». Дельта. Кай эдока, аутэ хрон. Эдока. Э приращение до корень ка су х. Это аорист. Капа аориста. У глаголов на ми капа аориста часто встречаются. И я дал ей время. Эпсилон. До су син сэмея мегала. До корень сигма окончания усин. Это будущее время. Третье множественное. Они дадут сэмея знамения великие. От зэта. Тен доксон. Тен эмэн. Хэн. Де докас мой. Де докас. Де удвоение сэпсилон значит перфект. До корень и ка. Перфектный суффикс. Тен доксон тен эмэ. Славу мою, которую ты дал мне. Здесь перфект. То есть вот ты дал, а она как бы все еще со мной. В чем значимость перфекта? Совершенного действия есть какое-то последствие. Для таких ситуаций перфект очень хорош. Ты дал мне. В данном случае просто перфект другого на ми. И последнее. Эдотэ мой паса экзусе. Эдотэ. Э приращение до корень. Тэ суффикс аориста страдательного залога. Так как это страдательный залог, то вот мы так переводим. Паса экзусея. Экзусея подлежащая. Вся власть. Вся власть дана мне. То есть вот действие направлено на власть. С ней что-то случилось, поэтому вот так мы переводим страдательный залог. Вся власть дана мне. Формы, которые мы увидели с вами в разминке. Дидосин. Дидотай. Досомен. Эдока. Досусин. Дедокас. И эдотэ. Вот если их просто все вместе взять и выписать. Формы кажутся достаточно сильно различающимися. Сильно непохожими друг на друга. Но если вы помните корень до. Если вы помните про удвоение с йотой в настоящем времени. Про удвоение с эпсилом в перфекте. Если вы помните про ка-па, ка-суффикс в ферваористе и перфекте. Если вы понимаете, омикра на омега могут варьироваться в корне этого глагола. Ну, если просто общий принцип образования разных именных форм помните. И новые окончания в настоящее время действительного залога издевительного наклонения для этого глагола. То есть вот такой набор сведений, часть из которых вам уже давно знакома. Часть в виде пяти правил нужно освоить в этом уроке. Если вы это помните, то, в общем-то, вы способны распознавать формы. А потом, так как глагол дидами и другие глаголами, очень часто встречающиеся глаголы, еще и тренировка в использовании этих глаголов вам тоже поможет. Так что тренируйтесь и делайте домашние задания. И дальше. Благословения. Субтитры создавал DimaTorzok